Доброго времени суток, добро пожаловать на портал Неброза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Мы продолжаем вторую часть ответа на популярные вопросы в ноябре месяце 2013 года. Предыдущий ролик я вам рассказывал о нейродинамической концепции. Посмотрите, я думаю, что для вас это будет очень важный материал. А сейчас две наболевшие темы, часто задающие вопросы о дереализации вашей ненаглядной и о таком интересном фобическом состоянии, как страх аллергии. Да, значит, соответственно, ролик поэтому называется «Страх дереализации и страх аллергических реакций». Я вам сейчас расскажу с примерами и со схемой, как это происходит. Начнём с дереализации. Есть такая проблема, с которой часто обращаются, это дереализация. Значит, первое, что вам надо знать, что дереализация, как ноозологическая форма, входит всё-таки в разделы в 4. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Это первое. То есть, в медицине прописана дереализация в невротических расстройствах. Но, чем сложна дереализация? И расскажу вам сейчас все нюансы. Первый нюанс – это диагностика. Диагностировать дереализацию подчас даже специалисту бывает достаточно сложно, потому что клиент может описывать симптомы астении, синдромы переутомления, растормаживания такого. Клиент может излишне гипертрофировано описывать симптомы шейного остеохондроза, когда идёт нарушение кровотока в висцебральных артериях, позвоночной артерии, и происходит такое состояние достаточно помутнённое. Он может настолько страшно к этому отнестись и описывать так красочно, что изначально захочется сказать, что это дереализация. На этапе диагностики требуется опыт психотерапевта, который, собственно говоря, нарабатывается годами этот опыт, для того, чтобы понять, действительно ли клиент описывает дереализацию или схожую с ней симптоматику. Ещё одна проблема диагностики заключается в том, что дереализация как структура может идти и в психотической истории пациента, где есть действительные проблемы с психикой, и дереализационный синдром может быть в структуре психотических отклонений. Это тоже нужно тестировать и тоже надо понимать. Бояться этого не надо, просто я сейчас рассказываю о том, что многие сами себе ставят диагнозы в интернете, начитавшись похожих симптомов, что там у него мутно, там у него как-то расплывается, и это дереализация. Не будем сейчас отдаваться в диагностике. Я вам рассказал основные проблемы диагностики, что многие путают переутомление, многие путают астенизацию, многие путают невостынию, многие путают остеохондроз-симптоматику с истинной невротической дереализацией. Значит, теперь по причинам, чем дереализация отличается от классических прочих невротических расстройств. За мою практику я пришёл к выводу, не просто прочитав там 2-3 книги по тревожным расстройствам, а из практики своей работы с людьми, что дереализация делится на 2 типа происхождения, как мне кажется, по моим наблюдениям, опять же. Первый тип – это когда у нас есть затяжная невротическая история, вызывающая очень сильную тревожность. И именно эта очень сильная, затяжная, латентная, длительно сохраняющаяся тревожность вызывает такой длительный защитный психологический механизм, как я вам рисовал ранее, как переключение, в виде такого дереализационного синдрома. Когда у нас достаточно долго человек пребывает в состоянии очень сильного внутреннего противоречия, всё это вызывает большое количество внутренней тревоги, и эта внутренняя тревога актуализирует такой длительный защитный механизм. Это первый вариант, из опыта так бывает. Второй вариант – когда длительная, нерешённая, противоречивая структура психики вызывает длительную затяжную депрессию, смешанную тревожно-депрессивный синдром, и на фоне депрессии затяжной рождаются такие дереализационные симптомы. Вот вам два таких из опыта, две основы. Значит, почему у кого-то и бывает дереализационный синдром, а у кого-то нет? Опять же, по моим наблюдениям. Дереализационный синдром возникает у человека тогда, когда обстоятельства, которые привели его к этому защитному механизму, достаточно длинно во времени не решаются. То есть, если мы возьмём, допустим, паническую атаку, как симптом невротический, то внутреннее напряжение будет выглядеть так, что человек жил, а потом просто случилась ситуация, которая актуализировала его внутреннее противоречие, и он реактивно вышел в панику для того, чтобы защититься от определённых обстоятельств. Там разные способы защиты есть. И когда психотерапевт сталкивается с паническим расстройством, он находит эту самую точку, в которой его актуализировало, прорабатывает эту точку, прорабатывает возможности рецидивов непосредственно с этим связанных, и это всё заканчивается быстро. То дереализации не будет никогда. Дереализация будет у нашего пациента тогда, когда либо этих точек очень много вокруг него, либо он воспринимает жизнь слишком болезненно, так что куда ни ткни, везде проблемы. В семье проблемы, на работе проблемы, в личной жизни проблемы, там проблемы, сям проблемы. То есть везде, куда ни ткни, у него не просто проблема, а очень сильно эмоционально проживаемая сложность. То есть дома сложность очень сильная, как он трактует. На работе сложность сильная или работы нет. Везде мир обступил такими сильными противоречиями. И вот этот дереализационный синдром – это то, что меня окружает, я отказываюсь фактически воспринимать своей психикой. Соответственно, метафора психотерапевта будет простая, что паническая атака – это точечная ситуация, которая актуализировала симптом. Тревожное расстройство – это непонятная ситуация, но она есть, как правило, одна-две, но она затяжная, то есть такая боль, немножко приглушённая, которая нарывает. А дереализация – это тогда, когда человек… У человека по всем фронтам есть огромное количество противоречий и достаточно долго. И вот тогда сначала у него возникает тревога, затем у него возникает депрессия, а затем возникает дереализация. Терапия. Терапия сложная. Значит, в чём сложность психотерапии и дереализации? Именно в количестве внутренних противоречий. И в том, чтобы клиента мотивировать на изменения своей жизни. У меня были клиенты, у меня не получилось мотивировать их ничего менять. Они кивают головы, говорят, мы всё понимаем, понимаем, но проходит месяц, два, три, четыре. Человек как стоял на месте, так и стоял. То есть он может пытаться что-то менять, но основные узловые механизмы, связанные с отношениями с родителями, с отношениями с работой, с отношениями с противоположным полом, с убеждениями определённым образом, мыслить и понимать этот мир определённым образом, оно не меняется. Соответственно, если оно не меняется, то почему должны поменяться какие-то защитные психологические механизмы? Они же для этого и созданы, собственно говоря. Поэтому вы должны понимать, что дереализация – это тогда, когда достаточно невротизированная личность сталкивается с достаточно большим количеством противоречий. И терапия такого клиента будет длительной. Сразу скажу, что это достаточно долгий процесс для того, чтобы каждый пласт жизни клиента нужно переработать, чтобы он не причинял ему такого сильного противоречия. Родители, карьера, работа, хобби, деньги, успех. Там много-много-много пластов, которые надо прорабатывать. И сколько на это уйдёт времени, одному Всевышнему известно. И сможет ли клиент, и выдержит ли он, захочет ли он, будет ли он так мотивирован на это. Вот. Вот что такое дереализация, как структура происхождения. Следующий вопрос. Какой? А, аллергия. Частая тема. Значит, смотрите. Часто наши... Какой бы вам пример-то привести? Есть что-нибудь съедобное? Съедобного ничего нет. Будет чай. Ладно. Смотрите. Часто наши клиенты жалуются на страх аллергических реакций. Например, а вдруг я что-то съем, и будет аллергия какая-то страшная, которая приведёт меня к каким-то там отёкам, аллергиям, там, смертям, анафилатическим шоком и так далее. Это невротическая структура, которая также основана на том, что я вам показывал в предыдущем ролике. Посмотрите, да. То есть, есть проблема. Переключаемся. Проблема в том, что аллергическая фобическая история, она слишком логична. То есть, как происходит работа мозга. Смотрите. Вот вы берёте, допустим, кружку с напитком. И говорите, так, если я сейчас выпью, что будет? А вдруг у меня будет то-то, то-то. И начинаете придумывать, почему. Потому что там может быть так, так и так. И смотрите, что вы делаете дальше. Вы либо поставите кружку на место и скажете, я не буду пить, и тогда получается, что ваш страх подкреплён, потому что вы когда отказались, вы испытали облегчение. Если вы испытали облегчение, соответственно, в следующий раз, когда вы увидите этот же самый объект, вы знаете, что надо сделать, чтобы испытать облегчение. Его отложить. Всё. Вы попались в ловушку. Ситуация вторая. Примерно то же самое. Вы берёте этот чай и говорите, а вдруг у меня будет аллергия, вдруг я там задохнусь, отёк, ля-ля-ля-ля-ля. И делаете следующее. Ну, Красиков же сказал, надо идти вперёд своему страху. Значит, надо. И делаете глоток. И дальше смотрите, что делаете. Так. Ага. А у меня что? Скорую я смогу вызвать, если что? Ага. Ага. Так. А где супрастин? Ага. Всё. Что сейчас происходит с вами? Вы испытываете какую эмоцию? Вы уже испытываете эмоцию страха. И сейчас вы начинаете испытывать телесное состояние страха. Страх начинает повышать давление, ускоряет сердцебиение, сковывает вам определённые процессы дыхания и так далее. И вы говорите, ой, ой, кажется, начинается отёк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинаете разгоняться и говорите, точно, аллергия. Скорую мне. И всё. Вот. Потому что вы на самом деле никакой аллергии нет. Вы просто испытываете страх, который принимаете за какую-то анафилактическую реакцию или за аллергию. Понятно? Логика ваша. Теперь в чём правильная логика, когда вы берёте эту чашку? Берёте чашку с чаем и говорите, а вдруг будет у меня там ттт. Смотрите техника. Первое. Я раньше пила этот чай? Да. С детства пила и пила много. Когда-нибудь у тебя была подобная, когда-нибудь у тебя была сильная реакция на этот напиток? Нет. Что такое аллергия? Аллергия – это ответная реакция организма на попадание антител, и так далее, и тому подобное. Если бы у меня была аллергия на этот препарат или на этот состав, наверняка много лет назад, когда я ещё первый раз попробовала это или что-то похожее, была бы такая реакция. Правда? Да. Значит, её не может быть. Всё, что я сейчас испытываю, это обычный страх. Мне просто надо перестать бояться. Сейчас я должна, по идее, бояться. Что мне надо сделать, чтобы не бояться? Мне просто надо бы пойти успокоиться, расслабиться, и посмотреть, что будет. Я знаю, что никогда не было ничего страшного, и ничего страшного не будет. Да, мне сейчас неприятно, у меня потеют ладошки, у меня стучит сердцебиение, мне просто страшно. А вдруг чего? Но я прекрасно знаю, что я не аллергик, у меня ничего подобного не будет. Вот примерно такой же когнитивный диалог вы должны проводить с любой историей, касающейся аллергии. Если вы применяете препарат фармакологический, который никогда раньше не принимали, особенно если это касается еды, то есть, если вы раньше это кушали, если вы раньше это пили, если вы раньше принимали аспирин, если вы раньше принимали эту группу этих самых препаратов, то вероятность того, что с вами вдруг что-то случится, она, ну, ее нет. Соответственно, когда вы приходите к врачу, врач спрашивает, есть на что это реакция? Вы говорите, если вы говорите, что нет, потому что у вас ее никогда не было, то ее не будет. Если только это не какой-то препарат, который вы ни разу не употребляли. Ну, допустим, возьмем такой препарат, как хлорофилипт. Это препарат для полоскания горла. Вот я просто, у меня профессиональная болезнь, я много говорю, у меня часто горло воспаляется, вот напряжение. Я полоскаю хлорофилиптом горло. И там очень интересная штукенция написана, что прежде чем применить полную дозу препарата для полоскания, нужно взять чуть-чуть препарата и попробовать чуть-чуть смочить себе там небольшое количество губ, или там чуть-чуть прополоскать рот. Если в течение часа никакой реакции не произошло, пользуйтесь смело. Очень здравая логика медицинских фармацевтов. Потому что, если у вас есть, допустим, какой-то новый, как его звать, новый препарат любого класса, антибиотик или еще какой-то, и вы его никогда не принимали, и не знаете, есть ли у вас парадоксальная реакция, анафилактическая. Ну, в принципе, целесообразно попробовать половину или четверть дозы. Потому что с четверти дозы или с половиной дозы никого, серьезно, ничего не случится, антигистаминных препаратов хватит, увы, в Зимбабве находитесь. Соответственно, вы просто пробуете четверть препарата, если никакой реакции нет, и если только это не страх, которого опять взяли четвертинку, там попробовали, и ой, ой, а что будет, ой-ой-ой, и говорите, ой, нет, все-таки у меня от этого препарата какая-то реакция. Да нет у вас никакой реакции, у вас просто страх. То же самое касается в кабинете стоматолога. Вы всю жизнь лечили зубы, и тут пришли, значит, делаете анестезию, и вам кажется, вам просто страшно. Потому что, если бы у вас была реакция на новокаин, или на определенные, это самое, как их, консерванты в анестетике, в том числе на вазе констриктор, на адреналин, нореадреналин, то у вас бы эта реакция проявилась бы давно. Соответственно, вы должны это понимать, что если её не было, то её не будет. Это просто страх обычный. Обычный страх, страх, дающий адреналин, адреналин, дающий спазм сосудов, спазм сосудов, дающий такое состояние, которое вы принимаете как за реакцию. Даже в стоматологии есть такая классификация, как околоаллергическая реакция, то есть она схожая. Когда человеку делают анестезию, он выдаёт некие словесные, некую жалобу, которая схожа с аллергической реакцией. На самом деле, врач видит, что нет аллергической реакции, но он же не может сразу это понять. Первое дело, что стоматолог пугается, потому что это редкость, но бывает. Но, как правило, люди, у которых есть тяжёлые аллергические реакции, это знают. Вот у меня есть, допустим, человек, с которым мы в тренажёрном зале занимаемся, у него аллергия на яичный белок. У него действительно острая реакция аллергической на яичный белок, на белок яйца. Но он это знает с детства. Он знает это с детства. У него тяжёлая реакция, отёчная, на яичный белок. Он проверяет все продукты на наличие яичного белка. Это невроз? Нет. Это не невроз. Это естественная реакция человека, потому что у него есть аллергия на яичный белок с детства. Он прекрасно знает. Вот и всё. Он просто спрашивает, есть ли яичный белок в продукте или нет. Соответственно, вы должны понимать, что если вы всю жизнь ели яйца, загнать себе историей, что у вас будет аллергия на яичный белок, это вот чистой воды невротический загон. Соответственно, если вы никогда яйца не ели, попробуйте чуть-чуть, если в течение получаса с вами ничего не произойдёт, ешьте дальше. Вот и всё. Понятно? Молодцы. Приходите 17 числа на вебинар по сексуальным вопросам, будет очень интересно. А 8 декабря будет у меня в гостях профессор Московского института, мы будем говорить о внутренних конфликтах, будет очень интересная лекция. Анонс вы увидите чуть-чуть позже. Но сначала 17 числа вебинар о сексуальных вопросах и проблемах в невротическом плане, а 8 декабря будет очень интересная лекция. Там буду я и мой профессор Александр Аврамович. Я вас с ним познакомлю очень скоро. Он записал небольшую видео-лекцию для вас, такую маленькую, вступительную. Будет, правда, интересно. Посмотрите, что такое глубинная работа, психоаналитика современного, как это выглядит, и человек в годах с большим опытом будет очень интересно. Но сначала 17-го приходите, ваш покорный слуга будет вести вебинар по сексуальным расстройствам и потом, потому как это связано с невротическими переживаниями. Надеюсь, что про дереализацию и про аллергию я вам рассказал. Вы теперь понимаете, что это такое. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok